Добрый вечер! К нашей главной новости! В так называемом «пруфе» файлы Твиттера раскрыли, что ФБР платит Твиттеру миллионы долларов за цензуру свободы слова американцев. 3,4 миллиона долларов, если точно. Давайте-ка разберемся. ФБР не имеет собственного дохода в силу своей бесполезности. Посему оно опирается на налоги во всех своих операциях, которые платите вы. А ФБР платит ваши деньги сотрудникам Твиттера за цензуру вас. Вот так федеральное правительство напрямую ущемляет ваши конституционные свободы. Хорошая новость, пока вы сами платите за это ФБР, они вашими же деньгами платят Твиттеру, чтобы он им помогал. Сами знаете, все ради вашей безопасности. Верьте нам. И что же нам на это все скажет ФБР? В официальном заявлении ФБР объяснила свою невиновность так. К сожалению, конспирологи и им подобные кормят американское общество дезинформацией с единственной целью дискредитировать наше бюро. Сейчас я все объясню. Когда у тебя есть неоспоримые доказательства, на самом деле это дезинформация. А люди, которые раскрыли эти доказательства, конспирологи. Вот вам простая истина. И никакого газлайтинга. И никакого газлайтинга в том, что мы говорим, что никакого газлайтинга. А теперь грустная новость. Директор отдела здравоохранения Канады, возглавлявший канадскую группу довольно агрессивного реагирования, включавшую обязательную вакцинацию ядом, неожиданно скончался в возрасте 35 лет. Интересно, почему? К дальнейшим новостям. Где-то там, внизу нашей определенно не плоской земли, ведущий австралийский врач нарушила молчание. На тему чего? Ну, будучи президентом Австралийской медицинской ассоциации, она всячески выступала за массовую вакцинацию взрослых и детей. Как вдруг? И она, и ее жена обе получили жуткие побочные эффекты от чего-то. Мы, конечно же, не знаем от чего. Наверное, аллергия на глютен. И вот теперь она рассказала об этих жутких побочках. И таким образом, открыто раскритиковала законодателей за попытку контролировать общество путем запугивания врачей. И теперь, в конечном итоге, мы тупо не желаем знать, что там к чему, так что придется вам включить воображение. И непонятно, с какого перепугу доктор Роберт Мэлоун вдруг написал книгу под названием «Ложь, которую мне говорило правительство». Это наверняка никак не связано с предыдущими историями. И как в романе «1984», где в вымышленных новостях полиция мыслей создавала новояз, меняя словарное определение слов, женщина только что получила новое определение в словаре. Кембридж добавил к старому определению. Взрослый человек, который живет и идентифицирует себя как женщина, хотя при рождении ему мог быть присвоен другой пол. Вот это взрыв мозга! Хотя изменение определения слова «женщина» не меняет того, что есть женщина, это определенно меняет то, что мы хотим заставить вас считать женщиной. Ради всего общего блага, разумеется. Ой, как раз вспомнил. Мне надо найти специалиста по заболеваниям женских простат. Как-то она у меня болит, когда я поворачиваю голову и кашляю. Ты это... Дай знать, если найдешь хорошего. Но работа полиции и мыслей на этом не заканчивается. На этой неделе издевательство над объективной истиной продолжили в Стэнфорде. Один из ведущих американских университетов заявил, что слово «американец» теперь оскорбительное. Термин «гражданин США» следует употреблять отныне. Слово «бравый» теперь тоже считается оскорбительным, и Стэнфорд рекомендует заменить его на... ничего. Они указали прочерк, не используйте. Нам любопытно, как наши «бравые» американцы, наши великие лидеры, будут выкручиваться, если и «бравые» и «американцы» теперь считаются оскорбительным. Но самая лучшая новость — теперь в Стэнфорде ты платишь самые большие деньги за образование, которое делает тебя самым глупым человеком в стране. А, глупый — тоже оскорбительно. Теперь тебя следует называть скучной или неврубной. Таким тебе поможет стать Стэнфорд. И международные новости. Мировой лидер, известный тем, что запретил политическую оппозицию, не государственные СМИ, а также православную церковь, явился с обращением к Конгрессу США. И похоже, что предварительно Зеленский проконсультировался с модным экспертом Джоном Феттерманом, какая форма одежды подойдет для такого случая. Осторожно, спойлеры! Конгресс удостоил его очередного миллиарда 800 миллионов долларов шальных денег, что поднимает помощь Украине в сумме до... 100 миллиардов долларов. Хватило бы на то, чтобы каждый конгрессмен взял 200 миллионов долларов в свой округ и пустил на что-то хорошее для людей, которых он представляет. Но, к счастью, у нас такого не произойдет. Тем временем, кризис у нас на границе по-прежнему не кризис. Ой, а ты там скажи им, чтобы изменили определение слова «кризис». Тогда люди перестанут задавать неудобные вопросы. И, наконец, зовите детей! Настало время для специальной рубрики «Трекер Санты». Рубрика «Трекер Санты» предоставлены Руби и Крамсай решение по смене пола. Уродуем с 2021-го. Дети, наш небинарный радар, заметили движение Санты, отследив его перемещение с Северного полюса вниз к Тихоокеанскому северо-западному региону. Последний раз Санта был замечен в Портланде, где, по некоторым подозрениям, антифашисты разграбили его сани, а его самого мирно растоптали в пюре за то, что он белый. Явно наступила зима любви. Детишки, кажись, Санта умер во имя равенства. Вот и все на сегодня. Язык меняется, число сторонников вакцинации сокращается, а ФБР с трудом защищает само себя от вас. Желаем вам счастливого праздника. Желательно без еды, тепла и присутствия духа. Практикуйтесь в коммунизме, это вам очень пригодится в новом году. С праздником! И черт с вами! Спокойной ночи! Привет, друзья! От лица канала ByDrost хочу выразить свою искреннюю благодарность за то, что целый год вы уже с нами. Да-да, нашему каналу исполнился один год. Давайте будем оставаться на связи, поэтому, чтобы не теряться, переходим по ссылочке в описании. Там вы найдете наш ВК, ТикТок и Бусти, конечно же. Всех с наступающим Новым Годом! Перевела Нингрин, озвучил Дрозд